Вход для туристов был свободным. Конечно, время позднее, но никто не спешил закрывать двери. В отличие от русских церквей, где всем заправляют богомольные старушки, в черногорских храмах главенствуют мужчины. Я вошел внутрь, еще раз удивившись таланту и могущества человека, способного создавать такие прекрасные росвеси и фрески. Постоял, опустив голову, молча вдыхая пахнущий ладом воздух, не прислушиваясь к умиротворяющему и потресканию свечей под старинными иконами. Какой-то высокий громила с нереально раскачанной спиной молился впереди меня. Когда он встал с колен, я невольно вздрогнул. «Сержант! Отставить рядовой Моцарт!» Усатый гигант со шрамом на лице шагнул навстречу и обнял меня так, чтобы позвоночник хрупа. «Не ожидал, что ты до сих пор живой!» Так получилось. Слова как-то не спешили находиться, мысли путались. «Господи, как я рад! Рад, что вы есть! Ангелы не ушли! Мы все...» «Нет, Моцарт, далеко не все! Прошли века! Из твоего призыва осталось двое! Всего двое! Остальные не вернулись!» «Мне показалось, что в его глазах плеснула влага, но это вряд ли. Бойцы девятого региона не плачут. «Мы можем поговорить!» «Говори!» «А не лучше где-нибудь на улице?» «Моцарт, знаешь, ты был самым противным, мелким, бесполезным и ненужным из всех романтических дурачков, которых я только видел. Такие, как ты, гибнут в первый же месяц службы. Ты выдержал немного дольше, а потом пропал. Просто исчез. Навеки! А сейчас я вижу тебя живого. Почему? Почему тебя, а не остальных?» «Я смутился. Не знаю, что ответить. Да и нужен ли был ответ?» «Нет, не упрек просто. Мне надо понять, для чего я годами готовил десятки, сотни, тысяч...»